Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я хочу вам рассказать немного о себе. Родилась я в городе Смоленске. Потом я очень долго жила в Санкт-Петербурге. И Санкт-Петербург переехала в 2017 году в Новороссийск. В 2020 году я начала заниматься помощью бездомным животным. Сначала я не снимала это на видео и не афишировала в социальной сети. Но, к сожалению, если этого не делать, то пристрой бездомных животных идет очень плохо. И я стала вести сначала YouTube-канал. Потом у меня был TikTok, Instagram, другие социальные сети, которые появлялись и исчезали в России. А потом у меня появился ВКонтакте и Телеграм. К сожалению, помощь бездомным животным дается очень тяжело. Физически, морально и материально. Потому что очень тяжело оставлять, например, тех же бездомных щенков после кормления. А ты понимаешь, что тебе взять некуда, потому что у меня самой жилья нет. Понимаете? Мне очень тяжело оставлять. Но когда некуда деть, а передержки стоят дорого, к сожалению, это очень сложно. Да, очень многие животные на улице погибают. Это не удается пристроить. Пристрой в нашем городе идет очень плохо. Но, к сожалению, помочь всем невозможно. Но можно помочь хотя бы кому-то. Мне очень нравится, когда на моих видео в комментариях пишут дети, что они берут с меня пример. Это очень здорово на самом деле. Они прямо пишут, что мы взяли бездомную кошечку или собачку. Я стал кормить бездомных кошечек или собачек. Это настолько придает сил. Я понимаю, что я делаю нужное. Что на моих видео учатся добру. И это очень здорово. Конечно, когда я забрала Рекса, это для меня был очень тяжелый период. Потому что на тот момент я лежала в больнице. У меня не было средств. У меня было всего на обратный билет 1520 рублей. И больше у меня не было денег. И я не хотела выкладывать пост о сборе. Но мне пришлось это делать и придется в дальнейшем. Потому что я не потяну физически и финансово его расходы. Это очень дорого. Как я искала передержку, я вам рассказывала. Это было очень сложно. Я выплакала очень много слез. Для меня это было очень тяжело. Я обзвонила весь край. Не то, что город, а весь край. Его никто брать не хотел. Но я нашла Настю. И Насте, конечно, огромная благодарность. Она его поставила на ноги. И в дальнейшем ему нужна будет еще реабилитация. Но Настя сказала, что будет все делать, чтобы Рекс полностью восстановился. Чтобы у него прошло недержание, мочи и кала. Чтобы у него лапка четвертая стала ходить. Чтобы он меньше падал. Огромная ей за это благодарность. Огромная благодарность всем, кто переводит денежные средства на помощь Рексу бездомным животным. Дорогие друзья. Я вот некоторые переводы присылаю. Я плачу над ними. Потому что... Да не над некоторыми. Я практически над всеми плачу. Потому что это вот настолько помогает. Я понимаю, что я одна не справилась. И не справлюсь в дальнейшем. Также мне очень сильно помогают ваши комментарии. Ваша поддержка. Она очень дорога для меня. Я хочу вам выразить огромную благодарность, что вы у меня есть, дорогие друзья. Я вам всем очень сильно благодарна. От всей души. Спасибо огромное, что вы у меня есть, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо.